Ну что ж, дорогие друзья, я вас приветствую на осмотре новых гоночек. Особые гонки с транспортом судного дня. Итак, мы с вами в прошлом видео посмотрели гонку на Стромберге, к сожалению, одну. И сейчас я попробую вступить куда-нибудь в гоночку на другом транспорте. Вот у нас есть на Делюксе гонка по Ратону. Ратон это, по-моему, река, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, ошибаюсь. И сейчас мы попробуем как-то посмотреть, что там по людям, что там по участникам. Ну и как оно все это будет выглядеть. Я так понимаю, будет что-то типа как на Стромберге, где нам будет предложено, скажем так, половина пути проехать на машине. Половина проплыть на подвеске на этой воздушной, которая есть у Делюкса. Я уж не знаю, как ее назвать. Но, скорее всего, не воздушная, конечно, подвеска, а какая-то реактивная тяга, наверное. Хотя это тоже слабо. Потому что реактивная это быстрая, а Делюкса быстрым как-то особо и не назвать. Так, давайте подтвердим и поедем на нашей машинке. В отличие от Стромберга, я думаю, Делюкса, в принципе, есть у всех. Потому что этот транспорт, как правило, ну, в основном все люди себе и брали. Даже несмотря на то, что он не дешевый и летает, скажем так, не быстро. Но Делюкса, я думаю, у всех есть. Ну, по крайней мере, у всех, у кого есть деньги, в принципе, на него были. Или были там какие-то, может, скопил кто, там, начатырил, там, или накрутил, я уж хрен его знает. В общем-то, давайте посмотрим. Каньон Ратон, каньон это все-таки прекрасен, да. Надеюсь, я надеюсь, что он прекрасен. Так, смотрим, у кого какие тачки. Так, у меня есть ракетки. У меня есть спойлер. Не, не у всех я смотрю модифицированные машины. Как ни крути, все-таки... Блин, ну что ты, блин, ну... Ой, блин... Вот из-за этого дебила я вот остался последним. Несмотря на то, что, в принципе, у меня были все шансы на первое место вырваться. Но с учетом того, что у меня тачка все-таки модифицированная, а модифицированных машин здесь, в принципе, довольно-таки... Блин, нифига тут что происходит. Так, находясь в режиме, подождите. Так, а, вот так оно, да? Вот оно что. Короче, пипец, из-за человеческого фактора некоторых личностей я выпал аж чуть ли не до последнего места. Буквально, скажем так, в самом начале гонки. Из-за того, что этот тормознул, потому что вовремя не нажал газ и так далее. То есть, вот это у нас все и получилось в итоге. Так, все. Я так понимаю, теперь нам нужно двигаться тупо по воде. И по воде будет быстрее, чем по воздуху, потому что... Ну, во-первых, метки на воде. Во-вторых, делюкса по воде лучше плывет все-таки, чем летит. Это уж по-любому. Но его может заносить здесь, поэтому стоит еще и на это обращать внимание. Потому что не соберешь один чекпоинт и все. И считай, что можно попрощаться вообще с каким-то местом нормальным. Но, видите, опять же, в чем плюс. То, что у меня затюненная все-таки тачка. И поэтому я могу как-то еще здесь, скажем так, выигрывать. Даже несмотря на то, что, скажем так, я отстал от лидирующих позиций. Пока мы идем с чуваком вот так вот. Он, конечно, идет, я так понимаю, быстрее. Потому что он у нас вовремя сориентировался. Не, я знаю, что во всех противоборствах есть люди, которые там и в гонках, и противоборствах, которые, ну, очень хорошо все делают. Это я уже повторял то, что у каждого свой скилл, как говорится. И есть люди, которые, наоборот, скажем так, ну, не могут нигде вот как-то участвовать так нормально. Но, по сути, есть люди, которые везде рвут и мечут. Что ж поделать? Так, здесь можно, в принципе, выезжать, наверное, да? Но я пока не знаю, стоит ли это делать. Наверное, нет все-таки. Так, а почему? Ребята, а почему у меня тачка не переходит в режим просто езды? Почему? В чем дело? Или это так не надо? Может, она переходит только тогда, когда надо? Потому что я сейчас хотел переключиться на колеса, и в итоге вышло так, что я наоборот, скажем так, наоборот, можно сказать, не смог это сделать почему-то. И полетел. Да, бывает, бывает. Что поделать? Ну что, в принципе, знаете, мое мнение, чисто субъективное, что гоночка прикольная, она интересная, она довольно-таки, ну, уникальная в своем роде, потому что тут задействована все-таки не просто там какая-то дорога, которую там наляпали, там, или какие-то рампы там с этими, со спиралями. То есть здесь все-таки, как ни крути, но, ну, есть что-то интересное тут все-таки. Так, вот сейчас, по идее, должно перейти, да, на это, на колеса. По идее-то. Ну, почему-то не пере... А, переходит. Он сам, по-моему, переходит, ребят. Я так понимаю, что здесь все происходит именно в таком, можно сказать, автоматическом режиме. Так. Я сейчас в его карман влезу и обойду. Ой, блин, извини, чувак, честное слово, не хотел. Блин. Честное слово, чувак, я не хотел тебя подставлять. Это не со зла было, я просто в тебя врезался почему-то. Не знаю почему, но так произошло. Ты уж извини меня. То есть... Хе-хе. Да. Подло получилось. Я вообще против такой подлой игры, тем более он хорошо ехал. Ну, ладно. Что теперь, корить себя, что ли, за это? Едем уж как есть, как говорится. Да. Ну, во-первых, народу мало. Во-вторых, знаете, вот в таких гонках, так же, как в трансформациях, очень важно, чтобы ты действительно умел быстро ориентироваться, умел гонять на транспорте и так далее. То есть, здесь не получится просто так выезжать, как на дурака. Знаете ли, повезло, не повезло. То есть, здесь нужно непосредственно уже какой-то скилл иметь. Тут не поспоришь. Так, у нас, по ходу, второй круг, да? А, у нас еще и два круга. Понятно. Ну, да. Вот такая вот фигня. Вот такое вот дерьмо. Да, можно, в принципе, и одной гоночкой ограничиться, с учетом того, что мы все-таки тут, ну, скажем так, немало едем. Потому что прошлая гонка на Стромберге была очень быстрая, скажем так. Она реально была слишком быстрая. То есть, мы буквально там хренак-хренак и уже приехали. То есть, там была от точки до точки была гонка. И плюс она еще была не особо так, скажем так, длинная. То есть, о, у нас уже вышел кто-то. Ну, не все могут справиться. Это надо иметь опыт, чтобы гонять на таком транспорте, на таких вот разных машинках и так далее. А если у человека ее не было никогда, ему вдвойне будет тяжелее. То есть, ему еще придется и разбираться на ходу, прежде чем что-то у него получится. Так что, будем как-то пытаться выезжать здесь. Этот чувак, конечно, попытается меня догнать и будет использовать все возможности для этого. Но, если я не с плохую, скажем так, если есть такое слово, то у нас все, в принципе, получится. Так, взлететь. Да я и так могу взлететь, в принципе. Мне оно не надо так разрешения на то, чтобы... О, второй вышел уже. Как и видите, ребята, видать, были люди, которые разочаровались, в принципе, в этом деле. И, конечно же, не удалось им, скажем так, совладать вообще с этой ситуацией. Ну, что поделать, как говорится. Это такое дело, что, конечно, можно и проиграть, и психануть, и просто решить, что это не твое. То, конечно же, здесь по-другому не получится. Но, как говорится, что ж поделать-то, если уж такая фигня произошла. Не, неплохо, я вам хочу сказать, ребят, очень неплохо. Я бы покатался с кем-нибудь, там, может, на какой-нибудь сходке подписчиков, там, или еще что-нибудь. Потому что в этом что-то есть, однозначно. Ах, мне нравится, в принципе, как оно здесь все. Так, нам теперь туда надо. И главное, не улететь куда-нибудь в неподобающее место, чтобы, как говорится, не усугубить свое положение. Прикольные карты, прикольное все вот это дело. О, там, чувак, некоторые люди вообще едут мне навстречу, можно сказать. Да, интересно. Ну, тут такая, видите, трасса, то, что ты можешь идти первым, и последний тебе вот здесь вот попадется, последний чувак. Ты в него врежешься, как вот чисто, я даже сомневаюсь, что сейчас все было обычно. Потому что обычно я бы в него сейчас врезался, того, кто едет сейчас по встречке самым последним. И я бы из первого стал бы каким-нибудь там, ну, вторым, третьим, может быть, даже пятым. Так что здесь все, ребята, непросто. Все вот так вот, как говорится, непросто так. Так, пока плывем. Сейчас мы должны, по идее, перейти на сушу. Да. И, кстати, колеса сами выключаются, я как заметил. Я вот сейчас ничего не нажимал, и они у меня выключились. Просто для проверки решил. Думаю, если они сами не выключатся, то я, в принципе, успею еще что-то здесь сделать. Не, мне все нравится, ребят. Я понимаю, скептиков много, много недовольных людей. Но мне все здесь нравится. Меня все здесь устраивает, в принципе. О. Так что, не знаю, кому как, ребята. Ну, а, можно и так лететь, да? Тут можно пролетать в эту штучку. Но я не буду рисковать. Потому что последний раз, когда я пробовал какие-то эксперименты, я оказывался в жопе. Поэтому лучше, наверное, и не надо. Лучше поедем, как едем. Это будет самый нормальный вариант. Бонусы такие надувные. Да, там, по идее, такая система, что там должен... Ну, должен воздух идти как-то снизу. И ты должен, по идее, как-то попадать туда. Так, чувак, не надо мне под конец тут хитрить. А то я что-то какие-то заносы странные вижу под конец дороги. Так не должно быть, мэн. Надо ехать нормально, раз уж осталось чуть-чуть. Не хотелось бы продуть прям под конец. Ну и все. Ну и все, ребята, вот как-то так. О, мне дали достижение, смотрите. Midnight Club. О, нифига себе. О, офигеть. Может, какая-нибудь красочка откроется у меня. Так, ну что, мы уже приехали с чуваком, а кто-то до сих пор едет. Давайте тогда по одной гоночке, раз уж она у нас получилась такая круговая. Ну, он на обычной стоковой машине едет. Поэтому и медленнее всех. Все, он плюнул. Ну, видите, не все могут хорошо летать. Ну, особенно у кого не было. Но он 27 уровень. У него наверняка даже машины такой не было. Зато есть шанс вообще оценить, как и что. Можно задуматься о покупке. Хотя я советую всем Deluxe покупать. Это машина и в бизнесе хороша, и просто кататься, и, скажем так, воевать с кем-то тоже подойдет. Да, ну, хоть достижение какое-то открыли. Уже хорошо. И то я так чувака подставил. Мне до сих пор стыдно. О, смотрите. А здесь я получил 31 тысячу. С учетом того, что в первой гонке мне вообще 4 тысячи дали. Да, люди. Вот так вот. Вот так вот я поступаю, да? Со всеми, кто начинает вякать. Так, я за проголосую. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь в следующем видео. Посмотрим, что у нас там на джетпаке вообще. Полеты будет. Ну, там чуваку не понравилось, а мне понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь. Увидимся, ребят. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok